Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Если много лет одинокло и уже привыкло, как найти мужчину, при условии с персоналом не знакомлюсь, редко хожу в кино, кафе и развлекательные места? Моя привычка быть свободной, может ли превратиться в постоянство? Да, ваша привычка быть свободной, может превратиться в постоянство, только почему, если вы в отношениях, это означает что-то несвободное? Не совсем это понятно. Ну то есть, если вы в отношениях, не нужно, будучи в отношениях, как бы отдавать свою свободу. Вот, это первое. Второе, ну если вам хорошо, вот, если вам хорошо одной, я имею ввиду, то как вы пришли к тому, что вам, ну вот, нужен мужчина? То есть, вот, что привело, грубо говоря, к тому, что вы задумались о мужчине, в таком случае. Если вам хорошо одной, например. То есть, это для меня здесь, ну вот, в какой-то степени загадка. Вот. Потому что, если вам одно и хорошо, зачем искать мужчину, если вы как-то, ну, пришли к тому, что... Мужчина вам нужен, то есть, если вы, ну вот, как-то задумались о том, чтобы найти... Мужчину, да, задумались о том, чтобы как-то вот с ним, ну, какое-то отношение построить. Вот. Вот. То очевидно, что в одиночестве вам не слишком хорошо. Вот. А значит тут что-то изменилось. Вот. Поэтому это, на мой взгляд, у вас противоречит. Вот. Дальше. У того, что вы одна, у того, что вы, ну вот, одиноки, да, есть причина. Вот. И, на мой взгляд, если вы... Вы, ну, хотите построить отношения? Да. Ну, что-то нужно, конечно, увидеть. Следствие чего вы стали одинок? Наверное, следствие вот как раз. Как раз. Историю про... Свободу. Историю про... Несвободу. Историю про... Историю про то, что... Когда вы в отношениях, вы не чувствуете себя свободным. Вот. Почему-то. То есть... Вас это... Игна... Вас это... Ограничивает. Вот. Ну вот. Соответственно. Если... Если... Если вас это... Ограничивает. Если вы чувствуете, что вас это ограничивает. То... Нужно смотреть, что в этом ограничивается. Нужно. Потому что... Отношения это не ограничения. Ни в коем случае. А если для вас это... Получается что-то вроде жертвы... Ну что-то вроде жертвы своей злобуры. Да. Ну то есть если вы... Чувствует... Если вы чувствуете, что вот... Ну... должны жертвовать своей свободой, а ради того, чтобы быть в отношениях, например, то естественно вам этого не хочется, естественно, вы хотели бы этого избежать. И естественно, что отношения в такой ситуации выглядят отношения в таких ситуациях выглядят, конечно, скорее негативно. Дальше. Вы говорите, как мне познакомиться, если я никуда не хожу. Так, простите, а почему не ходите? Ну, так вы, если хотите познакомиться, так можно же ходить, разве нет? Вот. Или вы не хотите ходить, но хотите познакомиться. Тут очень похоже на то, что вы себя вот в этом смысле как-то, я бы сказал, ну ограничиваете что-ли в контексте своих интересов. Вот так. Я бы сказал вам, вот. Понимаете, да? То есть вы как-то сами себе здесь получается подавляете. Если вы сами себе подавляете, то у этого должны быть определенные основания. Вот. Следующий момент. Собственно, сам фундамент, на основе которого вы выстраиваете отношения с мужчинами. То есть, ну, какого рода это основания? Что это за пундамент? Вот. То есть это просто гендерная отношения с человеком. Вот. Может быть, это партнерские отношения, где выстраиваете вы контакт с человеком. Ну, вот, знаете как? На основании партнерства. Вот. Такого партнерского взаимодействия с человеком. Вот. То есть тут тоже нужно смотреть. Какой способ построения отношений подходит вам больше? Нужно выяснять. Вот. Сейчас я, понятное дело, сказать этого не могу. Не могу. Но я надеюсь, надеюсь на то, что я вам сказал. Да? Суть. Суть того, что я вам сказал. Да? Суть. Вам видно. Вот как-то так. Я думаю, можно вам ответить. С точки зрения психологии. С точки зрения психотерапии. Вот. Ну, как бы опираясь на информацию, которую вы предоставили. Да? Опираясь на опыт мой. Вот. Так далее. На мой взгляд, сейчас вы пытаетесь решить какую-то свою проблему. На мой взгляд. Вот. Ну, вот тем, что хотите найти мужчину. Да? Вот тем, что хотите, значит, кого-то встретить и так далее. Вот. Я думаю, что здесь, скорее всего, вы можете потерпеть неудачу. Потому что попытка решить свою проблему за счет другого человека не уменьшается успехом. Успех. Ну, может не уменьшаться успехом. Вот. На мой взгляд, ваша задача, в первую очередь, разрешить свой внутренний психологический конфликт, вот, какую-то внутреннюю проблематику вашу собственную. Вот. И тогда уже вам будет значительно проще понять и увидеть, в каком направлении вы хотите двигаться при построении отношений с мужчиной. Вот. Как-то так. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, которая позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать для себя базовые постелаты для психотерапии, и, соответственно, обозначить основные направления работы. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью, только не затягивайте. Вот. Будем рады вам помочь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...